Для тех, кто занимается в Центре юных моряков Слатилии города Бреста, не так давно сегодня был ответственный день. Их первый экзамен, результаты которого и решили, есть у этих ребят морское будущее или им надо выбрать другой путь. Данное испытание выгодно отличается от ему подобных. Участники клуба были разделены на две команды и отвечали на вопросы экзаменатора сообща. Как и на корабле, сплоченность здесь сыграла не последнюю роль. Дети показывают здесь, чему их научили преподаватели за эти полгода. Это вязание узлов, морской терминологии, устройство шлюпки и так далее. Жюри подводят итоги, ну и в конце мы их принимаем в юнге нашего клуба и выдаем удостоверение. Но некоторые из ребят пришли заниматься в клуб не только для того, чтобы в дальнейшем стать моряками. В первую очередь им интересно попасть в среду таких же любознательных, как они сами. К тому же, помимо теоретической части занятия, есть и практическая, и она куда интересней. Походы, путешествия на лодке, новые впечатления – это настолько увлекает юных моряков, что другого пути они не рассматривают. Уже само название Центра юных моряков, он уже сам по себе, скажем так, привлекает своей романтикой, своим такой необычным названием. Поэтому, естественно, ребята устремляются в наш Центр для того, чтобы получить порцию позитива, для того, чтобы найти увлечение по интересам, для того, чтобы очень интересно отдохнуть летом. Многие мероприятия учащиеся Центра юных моряков Слатилии и города Бреста проводят в детской городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Здесь же ребята отправляются и в другие путешествия, в мир литературы. Они живые, они активные, они интересуются всем. Какие сегодня у нас новинки, какие у нас юбилярии, писатели, юбилеи, юбилеи, каких книг мы празднуем и так далее. Они всегда приходят в нашу библиотеку и посещают наши мероприятия. Считал раньше книги, смотрел в интернете про корабли, понравилось. Потом папа сказал, что есть такой кружок. И в школу как раз в этот же день пришли. Ну и решил пойти. Начал отходить уже и хожу. Как оказалось, отсутствие моря в нашем городе совсем не мешает юным морякам мечтать о дальних плаваниях. Практика показывает, многие бывшие участники клуба сегодня путешествуют на настоящих кораблях и знают не понаслышке о силе и красоте живописных морских волн. Продолжение следует...